И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен непосредственно новому обновлению, которое вышло только-только вот сегодня у нас, 4 ноября 2020 года, безумные танки, старт теста, эксперимента на 2 недели, в котором увеличен хп танков в 2 раза, увеличены все продувы баллонов в 2 раза, такие как Жига Фриз и Зида, Плюс Рикошет, я так понял, еще с Твинцом якобы что-то сделали, но я в это как бы уже проверки потестил и посмотрел, что ничего с ним не поменялось, понижены бои во времени, теперь у нас катка матчмейкинга вместо 7 минут идет 5 минут, плюс все большие карты из матчмейкинга убраны, остались только более маленькие и средние карты, также бои сделали в режиме 6 на 6, Сегодня я уже на данный видос скатал порядка где-то 5-6 боев, потому что бои идут относительно не так долго, и попытался потестить максимально те сочетания, которые мне были интересны, мне было интересно посмотреть что с Твинцом, что вообще в принципе с балансом, насколько долго убиваются танки, как это все сложно или не сложно, И решил объективно рассмотреть данное обновление, если уж я до этого обновления, ну был крайне негативен, да, и сказал, что я вообще там не буду заходить, не буду играть и не буду ничего делать в этой игре Но как игрок, который все-таки не первый день играет в эту игру, уже даже за коротенький видеоролик в районе 20 минут я нашел уже определенную лазейку и понял для себя, что по сути фарм кристаллов по фикшен очень жестко И то, что теперь зарабатывать кристаллы будет намного-намного тяжелее, но не везде И поэтому сегодня я уже по всему пройдусь и расскажу максимально, наверное, в этом видеоролике, но я думаю, что это не последний видеоролик, посвященный данному эксперименту Потому что есть определенные вещи, с которыми я соглашусь частично, с какими-то вещами вообще крайне не соглашусь, да И есть какие-то определенные моменты, которые мне уже на данный период времени непонятны И у меня вот сразу как бы, ну, встречные вопросы появляются ко всей этой движухе и как бы, ну, непонятно, короче, непонятно Начнем, давайте, друзья, со всего по порядку То есть вы сейчас видите ЦП, вы видите Викинга Твинс И что я вам могу сказать? Сочетание, грубо говоря, никак не поменялось, да За исключением, забыл сказать, про Овер, да, Викинга и Васпа Овердрайв Васпа, я так понимаю, наносит теперь больше урона в два раза А Овердрайв Викинга работает в два раза дольше В два раза дольше работает Овердрайв Викинга То есть теперь он работает 15, 14-15 секунд Чтобы вы понимали, за это время можно респануть два Джиггернаута Даже с тем расчетом, что есть нулевой урон Можно в Джиггернауте прожать Овердрайв Викинга, слить одного и слить второго Если у вас зайдет тайминг, то вы двоих Джиггернаутов можете спокойно унести Это очень жестко, с одной стороны С другой стороны, без Овердрайва и чтобы набить этот Овердрайв Я не знаю, сколько надо играть, но это просто жесть То есть ты делаешь очень медленные киллы, все происходит очень медленно Меня это раздражает с точки зрения той, что я привык, что я быстро уношу танки И не смотрю на них Но, с другой стороны, так же долго убивают тебя Но, а если ты играешь лучше противника Например, ты играл до этого обновления лучше противника И ты уже жил дольше их То сейчас после обновления, когда ты живешь в два раза дольше Соответственно, ты в два раза еще Вот ты был бы, например, ты переигрывал противника, например, в полтора раза, да? А теперь у тебя Х2 И, соответственно, ты уже противника переигрываешь полтора на два То есть вы понимаете, да? То есть у тебя уже как бы привилегий больше Если ты играешь сильнее противника То тебе уже в этом плане проще Понятное дело, что ты как бы дольше убиваешь танк Дольше все это дело происходит Но, к этому мы перейдем дольше Этому я уже нашел определенную альтернативу И, к сожалению, с точки зрения, если бы я не был бы ютубером И не записывал видеоролики И не давал бы вам советы, да? А пользовался лишь только тем, что вот, например, вот мне это зашло Потому что, ну, я понимаю, что я сейчас расскажу И уже как бы там, ну, не будет такого прям дикого фарма Потому что все будут играть именно в этих определенных режимах А про вот такие режимы, как ЦП, ТДМ Все просто могут забыть Просто забыть Потому что этот режим в данном контексте В данном балансе абсолютно не выгоден Абсолютно Вот просто забыл, выкинул в мусорку И не играешь в этих режимах Потому что 265 очков, 800 кристаллов За полноценный, полный бой Это полное говно Вообще полное дерьмище На которое вообще не стоит обращать внимания Дальше я переодеваюсь на Хантера Жигу Которую я хотел затестить также в контроле точек До данного периода времени мне еще в голову не пришла Та мысль, которая мне придет немножечко Или уже пришла, или это уже регби Нет, уже походу пришла мне идея в голову Короче говоря Здесь я уже начинаю додумываться о том То что, ну, та катка на сандалии Это уже была не первая Просто это была первая на видосе Здесь мне уже пришла в голову идея о том Что если танк долго живет Если тебя очень тяжело убить То в регби Ты-то по сути до этого не бил Такое прям нереальное большое кило Правильно? Ты ставил мячи За мячи ты получаешь по 70 очков То есть 5 мячей Это полноценно 350 Плюс какие-то киллы Плюс еще какие-то добивания И у тебя в сумме При доставке всех мячей Тобою Получается Нехилый такой заработок Правильно? И тут я уже пикнулся в каточку Меня запикало на Рио 6 на 6 При том, что 6 на 6 То есть тебя сливают меньше танков в регби Тебе в этом плане немножко даже проще Что касаемо Жиги То Жига Ну, с зажигательной смесью Имеет настолько большое количество баллона Что его даже выпустить невозможно весь Он настолько долго дуется Что там Жиги просто Ты стоишь как дурачок Дуешь, 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 дуешь Но что касаемо мячей Что касаемо регби То здесь я вам могу сказать одно Главное Это взять мяч Если ты его взял Ты его 100% поставил Потому что убить тебя Если раньше это было возможно То сейчас это практически невозможно Если еще и противник тебя не блокирует То ты просто ставишь Ты просто едешь Ты просто ставишь, едешь Ставишь, едешь Ставишь, ставишь, едешь И все И все Ты ничего Что тебя сделает противник Он тебе ничего не может сделать Ты просто ставишь мячи Просто формишь за счет этого кристалла То есть здесь надо уже Просто немножечко Включить голову Если не умирает танк Пикаешься регби Не знаю что будет там в захвате флага Я не потестил захват флага Но регби подошло прям Ну максимально идеально И Это еще не самая лучшая катка Там еще дальше будет Вообще катка бомбическая Я за буквально там Три с половиной Где-то минутки Около этого Да Набил Пятьсоточку Пятьсоточку очков Ну вы сами понимаете Что такое пятьсот очков При том что в 2 раза больше хп И там заформил Две с половиной тысячи вроде Крии Это Оооочень много Это очень много Для Таких боев Поэтому Выход есть Определенно Выход есть И если я думал Что его нету Вообще абсолютно И все это говно полнейшее То выход определенно этого обновления есть И, наверное, мне придется немножечко переобуваться И если я уже говорил, что вообще полная дичь будет и полное говно То выход из этого говна есть Но это не отменяет того факта, что обновление имеет большое количество минусов Которые не нужны абсолютно И у меня есть большое количество также вопросов То есть, например, такой вопрос, как Для чего было делать расширивание всех карт абсолютно под матчмейкинг Чтобы потом сделать бои 6 на 6 Объясните мне, пожалуйста Для чего было это делать? Дальше Увеличилось хп в 2 раза Что касаемо аптечки То аптечка в 2 раза больше тебе хп не дает То есть, это уже косяк, который не доработан То есть, тебе аптечка лечит 4000 хп, если я не ошибаюсь При том раскладе, если тебе никто не сбивает аптечку Если тебе сбивает аптечку То там вообще не чувствуется, что она тебе что-то дает Дальше я решил потестить изиду Потому что в дискорде один молодой человек написал, что изида прям жесткая имба Но я, конечно, не профессиональный изидовод Но я не почувствовал никакой имбы от изиды И если уж сравнивать жигу с изидой То изида полное дерьмо И, ну, я не знаю, очень тяжело Дальше, что я хотел еще сказать, друзья Что касаемо резистов То теперь резисты играют существенную роль По уничтожению танка И, соответственно, при том раскладе То, что бои идут 6 на 6 И в матчмейкинге довольно большое количество игроков Не переодевает свои вооружения То получается так Что, если вы берете резист от противника Но чаще всего многие играют на одинаковых пушках То есть вы, если возьмете грамотный резист То вы возьмете практически от всей команды резист Если вы будете играть с резистом То вас убить будет, ну, практически невозможно Потому что пушки теперь чувствуются намного лучше И сейчас, если у вас в своем гараже есть арсенал Большого количества вооружений, которые вы можете выбрать То вы будете явно на шаг впереди своего оппонента Потому что бить по резу Сейчас намного дольше Если уж раньше, например, на той же Жиге Та же Жига не чувствовала резист 50% И она просто там сдувала Нагибала, да И были пушки, которые даже там по резисту Наносили нереально большое количество урона Плюс там, например, был тот же Харек Который там пробитие делал там И уничтожал все То теперь все эти резисты чувствуются очень серьезно И, ну, то есть против реза играть довольно-таки тяжело И уже тут будут преодобладать те игроки Которые будут иметь больший арсенал вооружения в своем гараже И, наверное, полноценно То, что даже в этом видеоролике я играл на двадцатке Это уже ошибка И теперь стоит полноценно Менять резисты И играть именно на пятидесятипроцентных редах Что касаемо карт То все-таки для шесть на шесть Такие карты, как Кунгур Даже Даже вот этот вот расширенный перекресток Может быть, да, в какой-то степени Это все-таки большая карта, да То есть есть у меня все-таки вопросы по этому поводу Как я уже сказал, для чего было расширять все эти карты Если по факту вы сделали шесть на шесть на этих картах Пять минут бои Это больше, наверное, плюс, нежели минус Потому что если уж смотреть на такие бои, как в регби Да, то здесь практически всегда имеются досрочки И то есть как бы даже если там досрочки нету То катка заканчивается раньше И в этом даже имеется свой определенный плюс Что касаемо ЦПТДМ Я уже, как и сказал Эти режимы можно просто выкидывать в мусорку Если вы были фанатами этих режимов То, к большому сожалению Теперь в этих форматах вы не будете зарабатывать кристаллы Вы будете сосать Но никак не зарабатывать И никак не фармить Поэтому выполняете заданки Либо меняете вообще режимы И в них я вам не советую играть Что касаемо подпиков в бои То, соответственно, в том плане Что бои уменьшены Вернее, не бои, а карты теперь имеют по шесть игроков То, соответственно, в катке будет пикать лучше И это по балансу, наверное, больше плюс, нежели минус И в этом плане своего рода Есть преимущество, наверное, для определенных людей Ну и сейчас уже будет, я так понимаю, тест последнего вооружения Которое я хотел сегодня потестить на этом видосе Это викинга фриз Долго я думал о том, что я хочу вообще посмотреть, покатать Все-таки пордувы-то все апнули в плане баллона Мне хотелось на них побольше посмотреть Взял я викинга фриза Викинг взял тяжелый Фриза с адреналинчиком С защитничком, да, имея сколько в сумме получается 8 тысяч плюс защитник в полтора раза Да, вроде увеличивает у нас Ну, то есть 12 тысяч хп у меня на викинге имеется И сейчас давайте посмотрим, что произошло с моим викингом в режиме грегби И что можно теперь делать, если вы просто подбираете мяч Понятное дело, что в матчмейкинге будут попадаться игроки Да, мне там и на стримах, и еще где-то Которые будут мне мешать и не давать фармить в регби И тогда фарм в регби не будет столь эффективен Но если у вас довольно, ну, такая, знаете, как ботовая каточка Которая встречается в обычном матчмейкинге довольно часто И у вас, я думаю, что они тоже часто бывают То вот такая вот ситуация у вас спокойно может быть И именно такое большое количество кристаллов Вы можете поднимать за довольно короткое время в матчмейкинге каждый раз Вот эта катка будет тому пример 90 очков за 50 секунд Это дефолт, который был у нас и до этого Как я уже сказал, Кугур все-таки для меня, наверное, ну, будет большой картой для 6х6 Здесь уж эти стенки боковые, да, и карта сама расширена То есть, ну, мне идея сама непонятна, честно, честно Мне непонятна идея То есть, сделать карты меньше, да, это типа тест Но карты большие и сделать меньше игроков Это как-то, ну, очень глупо, очень глупо, да То есть, если уж и останутся после этого эксперимента Бои 6х6, то я бы очень сильно задумался насчет карт Возможно, либо эти карты вернул в старое русло и сделал их меньше, да Либо же добавил еще маленькие карты в матчмейкинг И тогда это было бы нормально То есть, я не против 6х6 6х6 это норм Но норм на небольших картах То есть, когда ты играешь на таких больших картах 6х6 То ты чувствуешь себя, как будто, ну, там, половины игроков на карте там нету И типа как-то сопротивления такого, как такового нету Но для таких режимов, как регби, это больше плюс То есть, ты формишь за счет доставок, не за счет киллов И даже, ну, вот, как бы, пофиксили хорек То есть, соответственно, уже вообще, как бы, нет у тебя даже сомнений о том Что ты можешь как-то там зафармить за счет киллов То есть, хорек фиксили Килы и так уже там особо не фармились И с таким обновлением ты просто, как бы, возишь эти мечи За 2,5 минуты я поставил трешку Сейчас уже пойду четвертый ставить, да И, ну, в этом плане это очень круто Это очень достойно, это очень легко Вообще не проблематично И я для себя на данный период времени За 20 минут понял, что регби это тот самый режим В который я хочу играть на протяжении этих двух недель Хоть я и говорил, что я вообще не буду катать Но это фарм Это реальный фарм То есть, вот вы посмотрите на катку Я ставлю четвертый мяч за 3 минуты, да И при том раскладе, что нет повышенных x2 фондов, да Сейчас катка закончится Я получу больше 2000, и по сути это даже плюс Да, то есть, главное В таких обновлениях найти ту самую изюминку Ту самую оплошность Либо то самое преимущество, да Как хотите, так его называйте И пользуйтесь этим Я, честно говоря, думал, что, ну, ничего такого не будет И ничего нереально такого найти Что будет реально Ну, тут смотрите, вообще, супер-мега-крутой магнумовод Я, конечно, немножко с этого проорал Но, ладно, короче Я не думал, что я найду что-то подобное, да И в этом плане это, наверное, только плюс Да Понятное дело, что это максимально спорное обновление Но если я думал до этого момента Что я не смогу в этом обновлении найти ни одного практически плюса И буду крайне негативен Вообще крайне негативен И сегодня я просто запишу видос и скажу, что это полное дерьмище То я сейчас смело могу сказать Что в этом плане я ошибался Обновление максимально спорное Но оно имеет в своем арсенале определенные свои плюсы Которыми на протяжении этих двух недель можно пользоваться Потому что я все-таки более чем уверен Что в таком виде матчмейкинг у нас не будет жить Ну и как вы видите 500 очков за 4 минуты 500 очков И если в TDM-ке, в ЦП-шке Ты там максимум 200 Ну 300, ладно 300 за 5 минут ты поднимешь То вот вам регби Как бы почти 4 минуты бой И 2300 кристаллов При том раскладе То, что это не X4 Да, это обычная X2 И это очень-очень-очень-очень неплохой результат Короче, друзья Если подводить итоги То определенные режимы Такие как TDM и ЦП Можно выкинуть из игры на эти 2 недели Дальше Аптечка лечит очень маленькое количество здоровья Если вы умеете играть в матчмейкинги То данное обновление для вас будет больше плюсом Потому что вы будете дольше жить В том раскладе, что Вы можете играть такие режимы, как регби Такие режимы, как захват флага Не знаю, что там по джигернау, то что по штурму Я не покатал, я не успел посмотреть Но в этих 2 режимах Вы точно будете в приоритете Если вы будете правильно, грамотно брать мячи И правильно, грамотно их доставлять Вы будете фармить Вы будете зарабатывать Что касаемо игры против резистов То тут я вам советую больше переодевать свои вооружения Не играть против резов Потому что уничтожать и так танк тяжело А если он имеет 50% резист То это значит, что вы будете уничтожать танк в 2 раза дольше А если вы будете уничтожать танк в 2 раза дольше Вы будете стоять как ватные нубло И просто дуть свой баллон на протяжении где-то 30 секунд Либо не дуть баллон, а просто бить в противника Это очень выглядит максимально глупо А если это выглядит максимально глупо То это неиграбельно И, наверное, не то, что должно быть вообще То есть вы можете подстраиваться под эту ситуацию Вы можете переодевать вооружение Менять резисты Чтобы вас, например, не убивали Вы жили как просто гудмодион И разваливали кабины всем вообще абсолютно А вас не будет никто сливать Что касаемо хопперов Я думаю, что это очень дикая имба Которую я в ближайшее время затещу и посмотрю Рассмотрю максимально жестко все это дело И если я вчера записывал видеоролик на хопперах Где можно было завершать бои за 2 минуты И разваливать все, что движется То сегодня, я так понимаю Это все, что... Все это разваливать Можно еще в 2 раза жестче Поэтому сегодня, я думаю, что Также потестим, посмотрим, что там будет на хопперах В течение дня И, возможно, завтра уже выйдет данный видеоролик Ну и будем еще смотреть Тестить Что касаемо ухода моей на 2 недели Можете сказать, что я переобулся Я буду искать ладейки определенные Возможно, не так рьяно И с кайфом буду играть Да, может быть, там меньше Но для вас, для тех игроков Которые все-таки играют в эту игру Буду пытаться находить те нюансы За счет которых можно выехать даже в таком раскладе Есть у обновления свои плюсы С которыми я, наверное, даже буду готов остаться Но есть определенные минусы Которые надо убирать И как бы, ну, их не должно быть Их не должно быть И даже если мы рассматриваем тот момент Что количество здоровья в этих всех моментах Останется таким, каким оно есть сейчас То нужно балансировать карты Нужно ускорять все-таки процесс игры А при том раскладе, что хп очень много И есть режимы, в которых ты при любом раскладе Будешь сталкиваться танками лоб в лоб И ты будешь как додик, можно так сказать Да, в грубой форме Стоять и просто бить вперед На протяжении 15-20 секунд Это выглядит максимально глупо Максимально неинтересно И именно в таких моментах Та самая динамика, о которой я говорил Просто-напросто теряется И если уж танки онлайн Это не какие-то World of Tanks И прочие игры В которых была динамика Была скорость Была важность принятия грамотных И быстрых решений Дабы выжить Дабы выиграть определенный момент И сделать более грамотный мув Как можно быстрее Потому что у тебя не было времени На долгую жизнь То сейчас та самая динамика упала И я Например, тем же форматом регби Хоть как-то понял Что можно эту динамику оставить Только ты просто будешь жить дольше Но боты-то никуда не делись Они, если тебя до этого убить не могли То сейчас они тебя Не могут убить В два раза То есть, если они тебя били Например, там 15 секунд То теперь они тебя бьют 30 секунд То есть, как бы Ты от этого выигрываешь Но динамика Вряд ли выиграет от этого Поэтому вот такое вот спорное обновление У нас сегодня вышло Пишите свое мнение По этому поводу Я Крайне Наверное, настаиваю На то, чтобы Вы не делали свой вывод До того, как вы Сами не поиграете И не прочувствуете игру И Те ребята, которые все-таки Умеют играть получше В этой игре То я вам советую поиграть Именно в регби Поиграть в CTF Посмотреть на все это дело Как оно будет там у вас получаться Да даже, наверное, в штурме Там за доставку по 50-ке Вроде дают за флаг Значит, наверное, тоже должно быть Довольно неплохо Поэтому Покатайте Посмотрите Напишите свой определенный фидбэк По этому поводу Возможно, напишите Где у вас там Получилось зафармить Получилось Неплохо так Понагибать Вечером сегодня Планируется Также, друзья, стрим Где будем все дело Тестировать Обсуждать И смотреть Ну и Те ребята, которые имеют Хопперы с кризисами Кайфуйте Просто кайфуйте Эти две недели Я думаю, что это просто Дикий развал кабин Сейчас я тоже Как бы к этому Перейду Тестить Перейду И смотреть Но Я думаю Там просто Улет Жесткий Всем, друзья, спасибо За просмотр Поддерживайте видеоролик лайком Если он вам понравился Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны С вами был мистер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok